доброе утро дорогие мои благословения господни каждому из вас амин сегодня прекрасный день прекрасное утро и господь на троне и господь прославляйся и моя молитва чтобы господь бог прославиться и твоей жизнью амин сегодня я хочу поговорить с нами по теме бог может сделать несравненно больше давайте повторим вместе бог может сделать несравненно больше моей жизни и мои дела амин амин так написано послание павел а к эфицианам эфицианам 3 глава 20 стих а тому кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего чего мы просим или о чем помышляем тому слава церкви во кресте иисусе во все роды от века до века аллилуйя тому кто действующую в нас должен быть кто-то который тебе что-то делает иногда в нас бывают разные ситуации которые мы принимают внутри нас и то что мы принимаем внутри нас начинается действовать не на нашу позу не на нашего блага проблеме иногда новостях иногда по телефону звонки мы слышим того что мы не ожидаем слушать и оно влияет нас и действует против наше здоровье мира в наши сердца и души мы чувствуем беспокойство мы иногда рассочируемся и так далее иногда мы слышим новости от врачей диагнозе или от близких или от соработников или от начальников и эти слова немало действует на нас и мы принимаем их внутри нас и они начнут работать но сегодня у меня есть приложение для каждого из нас чтобы вас был бог чтобы у вас был слово божие когда слово божие в тебя оно способно сделать несравненно больше всего чего ты хочешь или пожелаешь когда ты молишься богу аллилуйя даже присутствие болезни присутствие проблеме отчаяния разочарование депрессии если ты позволишь слово божие внутри вас оно изменит вашу жизнь аллилуйя как это может быть во мне прежде написано что тому кто действующий в нас чтобы бог был в тебе и действовал тебе тебе надо сначала принимать его внутри себя таким образом исповедовать твои грехи при богом сказать господ вот я я грешник прости меня прости меня от всех грехов моим я верю что иисус христос есть сын бога живого и когда ты это делаешь написано всякий кто призовет имя господне спасется если все с ним будут веровать и устами исповедовать что иисус есть сын божий или иисус есть христос ты спасется ибо всякий кто верю что иисус есть христос от бога рожден это преимущество халлилуйя и ты можешь это сделать сегодня если ты еще не сделал теперь если ты сделал уже или сейчас прямо сейчас ты говоришь иисус прости меня войти в моем сердце ты уже кандидат дать к тому чтобы бог действовал твоей жизни халлилуйя он вошел тебе и вот что он будет делать он сделает так то что ты не можешь сам делать он сделает для тебя халлилуйя когда мы говорим что бог может что-то совершать что-то приятное творить что-то замечательное что-то красивое в нашей с вами жизни это первое второе когда мы говорим что бог может что-то сделать несравненно больше мы также говорим о том что бог будет делать то что он хочет то что есть его воля и нам с вами мы должны понять что такое воля божия и тогда когда мы молимся мы будем молиться чтобы его воля исполнилась нашей с вами жизни так написано первое послание иоанна 5 глава 14 стиха так твердо утверждает что вот вот какое дразновение мы имеем к нему что когда просим чего по воле его он слушает нас и когда мы знаем что он слушает нас во всем чего бы мы не просили знание то что получаем просимое от него замечательно халлилуйя я люблю этого бога я люблю его слова она четко открывает нам что бог хочет что бог может что как он может несравненно больше делать и он говорит о том что когда мы знаем его воля когда у нас появляется дразновение и это дразновение ведет к тому что мы просим бога чего либо по его воле все что входит его воля мы просим любого из них и он делает для нас а когда мы знаем что это его воля мы точно знаем что он услышит на а когда мы знаем что он услышит нас Мы знаем, что мы получим просимое от Него. И это есть то, что Библия говорит. Теперь мы коснулись воли Божьей. Что Иисус говорил об этом? Евангелие от Матфея, 6 глава, 9 стих. Учил своими учениками, как молиться. И вот он сказал, когда вы молитесь, молитесь же так. Иисус дает нам понять, что у Бога есть воля, у Бога есть желание. И Он делает то, что есть Его воля, Его хотение, Его желание для нас. И у Него есть это. Например, мы можем сказать, что воля Божья – это то, что Он хочет видеть. Например, то, что я хочу видеть в своем доме, то я приношу в доме своем. То я позволяю, чтобы находиться в моем окружении. Когда что-то в моем доме мне не хочется видеть больше, я беру и выбрасываю мусор. Поэтому в доме у каждого есть, может быть, ведро для мусоров. То, что нам не нужно, то, что мы не хотим видеть, мы бросаем туда. И мы относим из квартиры, и мы выбрасываем в мусорники. Потому что мы не хотим это видеть. Мы не хотим, мы понимаем, что если эта мусор будет у нас долго, она станет неприятной для нас, она станет выделять неприятные запахи. Мы почувствуем дискомфорт в нашей жизни. Запахи неприятные. Также Бог на небеса, Он знает, что Он хочет в своем доме, в своем небе. То, что Он хочет, то и Он позволяет, чтобы быть с Ним. Есть вещи на земле, которые Бог не хочет. Он хочет, чтобы то, что у Него есть в Его окружении на небесах, была с нами на земле. Поэтому Иисус говорит, вы молитесь же так, чтобы Его воля, которая на небе, была на земле. Чтобы Он творил для вас на земле, так же, как у Него на небе. Аллилуйя! Например, давайте посмотрим, что об этом Иоанн говорит. Что на земле, или что на небе, что Бог хочет, чтобы оно было на небе. Книга Откровения, 21 глава. Там написано, 4 стиха. Утрет Бог всякую слезы с очей их, и смерть не будет уже, и ни плача, и ни вопли, ни болезни, уже не будет. Ибо прежний прошел, и сказал, сидящий на престоле, все твору все новое. И говорит мне, напиши, ибо слово все истинно, и верни. Аллилуйя! Аллилуйя! Иоанн был в духе, Бог взял его в духе, и показал ему немножко небеса. И что там есть, и он сказал ему, что придет время, Бог сотворил новое небо. И это новое, что он будет творить, вот такие вещи будут. Это значит, Бог на самом деле не хочет видеть слезы, не хочет видеть смерти, не хочет видеть плача, не хочет видеть вопли, не хочет видеть болезни. Эти вещи, которые в доме Божьем Бог не хочет видеть. Аллилуйя! Это как мусор, который надо выносить, выносить из квартиры, из дома, из церкви. Это болезни, это плача, это вопли, эти слезы, которые на земле, Бог хочет их ликвидировать в твоей жизни. Бог не хочет, чтобы ты больше страдал, больше плакал, больше был в состоянии отчаяния, депрессии, унильного духа. Бог не хочет это, Бог не хочет смерти. Поэтому Бог послал нам Иисуса, чтобы ранами Иисуса мы исцелились, чтобы смерть Его и воскресенье мы спаслись, когда мы верим в Него. Аллилуйя! Дорогие мои, Бог может сделать больше для вас сегодня. Бог может сделать несравненно больше для вас сегодня. И я молюсь, чтобы сегодня слезы у вас прекратились. И вместе с слезами появилась радость. Я молюсь, чтобы сегодня вместе с плачем появился смысл для веселья, для счастья, для радости. Вместе с воплей, чтобы появился крик радости, молитва, благодарение. Хвали Господу. Аллилуйя! Чтобы вы больше не мучились. Вместе с болезнью, чтобы появилось здоровье. Это желание Божие. Это воля Божия. Если кто-нибудь скажет вам, что Бог хочет способ болезни, способ страдания, чему-то тебе научить, скажи, что Бог не такой Бог. Его слова говорят другое. Он говорит, истинно говорю вам. Истинно говорю вам. Если вы познаете истину, истинно сделает вас свободными. Халлилуйя! О всякой лежи, о всякой заблуждении. Бог хочет сделать больше для вас. Но вы должны верить, что это Его воля. А когда вы знаете, что Его воля, вы просите. А когда вы просите, вы знаете, что Он даст ответ. И этим мы будем заниматься сегодня. Халлилуйя! Я хочу познакомить вас с две женщины. Женщины, которые очень много значат в Писании. Одна страдала, согласно Евангелия, от Марка. У одной были проблемы. Пятая глава Евангелия от Марка. И эта женщина 12 лет страдала от кровотечения. И написано, что 26 стих. Много потерпела от многих врачей. Истощила все, что было у них. И не получила никакой пользы. То есть результат. Но пришла еще в хуже состояние. И услышав об Иисусе, подошла сзади к народу и прикоснулся к краю одежды Его. И результат, она исселилась. Сила от Иисуса вышла и касалась этому человеку. И он, и она исселилась. Чудово! Чудово! Халлилуйя! Смотрите, что происходит. Если Бог может несравненно что-то сделать большее, значит у Бога есть сила для этого. И когда эта женщина, которая страдала, много потерпела от врачей, и много стараний она сделала, чтобы избавилась от этой мусорной болезни, который уничижал ее, в конце концов, она встретилась с Иисусом. Иисус помог ей выбросить эти мусоры из ее жизни, за которые она носила целые 12 лет болезни, кровотечения. Как женщина, она не смогла бить сами собой из-за этой мусоры, болезни, кровотечения. Она прикасала к Иисусу, потому что она сказала, если я это сделаю, конец моей болезни. Она сделала, и так стало. Иисус сказал, кто прикасался ко мне, потому что сила вышла от меня. И сегодня я молюсь, чтобы такая же сила от Иисуса вышла прямо к вам. Прямо к вам. Где вы бы не находились во имя Иисуса. Она избавилась. Я думаю, что она больше не будет плакать. Не сможет больше плакать, потому что это страдание закончилось. Закончилось. И твоя закончится. Только вера. Следующая женщина, с которой я хочу познакомиться с вами, Евангелие от Луки 13 глава. Евангелие от Луки 13 глава. Там есть такая дочка Авраама. 10 стиха. В синагоге Иисус учил. И там была женщина, 18 лет, имеющая духа немощи. И она была скорчена и не могла выпрямиться. Можете представить себе? Прекрасная, красивая, замечательная, симпатичная женщина. Она скрученная, как вировка. И не может выпрямиться. И не может ходить, как нормальная женщина. Чтобы наслаждаться жизнью, как Бог предлагал ей. Предполагайте. Она просто скрученная такая. И Иисус увидел ее. И Иисус понял, что она в этом положении 18 лет. 18 лет. Это чья-то жизнь. Иисус быстренько отреагировал. Действовал. И его действия, говоря о том, что Бог не хочет, чтобы кто-то так страдал. Чтобы кто-то так мучился. Чтобы кто-то так находился в таком положении. Это не воля Божья. Иисус шел к ней. И возложил на нее руки. И сказал, женщина. Ты освобождаешься. Ты освобождаешься от недуга твоего. Воля Божья, чтобы мы освободились от недугов наших. Если это воля Божья, чтобы мы болели, тогда все, что Иисус сделал, Он поступил против воли Божьей. И это было бы преступления. Тогда Он не мог бы умереть за наши грехи. Тогда Писание не истинно. Тогда как написано, что в нем не было греха. Тогда если Иисус шел против воли Отца, значит в нем был грех. Но это же не так. Он пришел, исполнив волю Отца. И Он это сделал, когда все совершил. Это говорит о том, что болезни, страдания, это не от Бога. Это результат греха. Это результат грехопадения. Это результат наше непослушание, не верить Богу. Бог никогда не использует страдания, скорби, учить нас чему-то. Нигде не написано, что Бог учит нас через мучения и страдания и болезни. Не, 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 не. Это не есть истина. Да, мы проходим эти трудности. Но однако Давид сказал, много скорби у праведного. Но Господь избавит его от всех их. Он избавляет, потому что это его воля, чтобы мы не страдали, не мучились. Бог понимает, в мире, где мы живем, много болезней, много лжи, много предательства, много проблем из-за грехопадения. Не из-за Бога, из-за грехопадения. Это не его воля. Это воля человека. Зря такой вы Бог. Итак, эта женщина, Иисус говорит, женщина, ты освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки, и она в тот час выпрямилась и стала славить Бога. И это здесь я хочу заканчивать. Цель Божия избавлять Израиль из Египта, это чтобы они знали Его, поклонялись Ему и славили Его. И этот цель, принцип, не менялся. Бог избавляет нас, чтобы мы познали Его, Его силу и славили Его. Так как мы начали с официально, тому, кто действует в нас, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем мы помышляем, тому слава в церкви. Халлилуйя. От рода до рода, во веки веков. Аминь. И поэтому Бог имеет план, хороший план, вас избавить от слезы, от плача, от вопли, от болезней, от мучений, от недугов, долгоприбивающих у вас болезней. Эти мусоры, Бог сегодня готов во имя Иисуса Христа очистить вас. Женщина с девятнадцать лет, он просто избавил ее от этой мусоры, болезней, недугов и немощи. И у той женщины, у которой восемнадцать лет проблемы, он назвал это духа немощная. Духа немощная. То есть духи злые уже вмешивались в ее здоровье. И я молюсь сегодня, прямо сейчас, какие духи не вмешивались в твоем здоровье и сделали его хуже. Во имя Иисуса я выгоняю, изгоняю их вон, именами Иисуса. И провозглашаю каждому из вас. И говорю, вы освобождаетесь от недугов ваших. Прямо сейчас, во имя Иисуса Христа. Отец, я знаю, что это твоя воля, чтобы твои дети были здоровыми, чтобы они не мучались, не страдали годами одно и то же. Поэтому я молюсь во имя Иисуса Христа, согласно Писанию, я изгоняю этих бесов именами Иисуса. Я молюсь против всякой немощи и болезни. Всякой немощи и болезни уходи прочь из этих людей. Я молюсь, чтобы температуры вернулись в норме 36,6. Я молюсь, чтобы давление нормализировали во имя Иисуса. Я молюсь, чтобы всякие боли, которые скручивают ноги, уходили во имя Иисуса Христа. Я молюсь против романтизма. Я молюсь против грижи в позвоночнике. Я молюсь против рака. Я молюсь против всякой воспаления в горле, в груди, в рак грудей. Я молюсь против тебя, высохни и исчезай во имя Иисуса Христа. Рак, который в мозг. Уходи прочь именами Иисуса. Ухо лево, которое не слышит. Я поваливаю тебе, откройсь. Зрение восстанови. Именами Иисуса Христа. Брахани системе очищайся. Именами Иисуса Христа. Я освобождаю ту же силу, которую в Иисусе в вас. Та же сила, которая вышла от Иисуса и исцелила женщины с кровотечением. И остановила кровотечение. Я бы освободил ту же силу в вас, чтобы остановить прогресс всякой болезни. Остановить прогресса всякой немощной болезни. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа. И провозглашаю ваше здоровье. Во имя Иисуса. Благословляю вас, мили мои, дорогие мои. А что вы знали, Бог может сделать несравненно больше для вас. Верите в Него. Дорожите Его. Крепко обнимайте Его Слово. Пусть Его Слово прибывает в вас. И знайте, Иисус Господь, Иисус любит вас. Благословения вам. Увидимся завтра в это же время с миром Божьим. Благословения вам.